Зыкина Именно о ней нам расскажет преподаватель детской школы искусств номер 2 Ирина Оськина. Со студенческих времен я начала увлекаться библиотекой известных вокалистов разного жанра – оперного, академические вокалисты, эстрадные исполнители и народные исполнители. Конечно же, я приобретала книги тех великих музыкантов, вокалистов, которые знают весь мир и которых, прежде всего, я люблю слушать. Это, например, книга посвящена народному артисту СССР Сергею Яковлевичу Лемешеву. Это солист Большого театра оперы и балета. Также Мария Калас – великая Мария Калас. Я ее обожаю, люблю ее творчество, ее талант, ее голос. И, конечно же, трепетное отношение к своему делу объединяет этих великих музыкантов. Также у меня есть книга «Эдит Пиаф». Конечно, это шансон. Очень интересно читать и знакомиться с великими музыкантами, вокалистами, которых мы подчас не знаем до конца, не знаем их путь творческий, жизненный. И, наконец, одна из книг у меня посвящена великой русской певице советской эпохи Людмила Георгиевна Зыкина. Народная артистка СССР, лауреат Ленинской государственной премии. Великая певица. Как ее голос сравнивали с бриллиантом. Она работала на заводе, швейной фабрике. Поехали с подругой в кинотеатр. Проходили мимо ДК. Видели объявление. Идет прослушивание государственный хор имени Пятницкого. Подруга говорит, а давай сходим, а может быть нам повезет. Она, конечно, засомневалась, но все-таки пошла. Прослушивание прошло успешно. Ее зачислили в состав хора. Людмила Георгиевна на тот момент не имела никакого музыкального образования. Только талант, только любовь к русской песне ее привела в профессиональную жизнь. Конечно же, в свое время, уже будет это позже, Людмила Георгиевна закончила институт имени Гнесинах. Кстати, Людмила Георгиевна закончила это отделение, которое открылось впервые в этом институте. Она первая выпускница кафедры сольного народного пения. Зыкина всю свою жизнь ратовала за народную песню, за красоту и мощь российских хоров, оркестров, за мелодическое разнообразие произведений песенного жанра, их высокий стиль. Ее раздражало падение сплошь и рядом нравов и духовности в мире современной эстрады. Она была человеком, не приемлющим то, что противоречило бы традициям русской национальной песенной культуры. Извращала ее суть, отвергая достояние предыдущих поколений мастеров искусств, создававших образцы произведений русского музыкального фольклора, кладовой подлинно народной музыки. Эту книгу я рекомендую, но прежде всего, любителям Людмилы Георгиевны Зыкиной, героическая женщина, которая везде пропагандировала русскую народную песню. И, конечно же, уважаемые зрители, это книга, которую я рекомендую людям, которые хотят окунуться в мир советской эпохи.